здравствуйте ребята я рада встречи с вами на уроке русского языка сегодня зимний солнечный день и мне сегодня хочется пожелать вам хорошего настроения и активной работы на уроке тема урока мои достижения сегодня мы подведем итоги раздела мир профессий цели урока ты будешь определять ключевые моменты в прослушанном материале ты сможешь писать краткое изложение с помощью учителя а также согласовывать слова обозначающие признаки предметов со словами предметами наш урок пройдет под девизом умение везде найдет применение сегодня мы применим полученные знания участвуя в разминке играх поработаем над текстом а также мы напишем краткое изложение ребята перед вами игровая разминка давайте вспомним какие профессии мы знали а каких узнали из этого раздела придумайте профессии или специальности начинающиеся на эти буквы поставьте паузу на этом слайде и выполните работу в тетради закончили молодцы давайте проверим что у вас получилось сравните свои ответы с этими примерами контролер космонавт кондитер кондуктор киноартист рыбак редактор репортер радист разведчик фотограф фармацевт фотомодель фокусник фигурист пилот пожарный повар портной полицейский надеюсь вы все справились с этим заданием а сейчас ребята мы поиграем в игру которая называется самое самое назовите профессии самая зеленая самая сладкая самая денежная самая волосатая самая смешная самая общительная самая серьезная и самая детская поставьте паузу на этом слайде и выполните эту работу в тетрадях у вас получилось здорово тогда давайте проверим самая зеленая садовод самая сладкая кондитер самая денежная банкир самая волосатая парикмахер самая смешная клоун самая общительная журналист самая серьезная хирург самая детская воспитатель ребята а как вы думаете какая профессия самая главная а чтобы ответить на этот вопрос прочитаем вместе текст главная профессия бабушка динары учитель она учит детей русскому языку и литературе скоро в школе праздник встреча выпускников бабушка достала фотоальбом и стала рассматривать фотографии своих учеников а это кто спросила внучка показывая фото военного с собаками это аскар он кинолог дрессирует собак а это егор он инженер это дамир он юрист работает в прокуратуре вот лаура она семейный врач татьяна работает корреспондентом телевидения хабар у максата свой бизнес сеть аптек а сергей ведет крестьянское хозяйство нурья музыкант играет на скрипке идира художник я буду учителем учитель самая главная профессия почему заулыбалась бабушка потому что если бы не было учителя не было бы ни юриста ни акима ни врача ни музыканта даже у президента был учитель а ты как считаешь права динара спасибо за ответы действительно учитель это самая главная профессия а теперь давайте напишем краткое изложение главная профессия отвечая на вопросы кем работает бабушка динары и что стала рассказывать бабушка динаре поставьте на этом слайде паузу и напишите краткое изложение главная профессия молодцы у вас здорово получается а теперь послушайте то что получилось у меня бабушка динары работает учителем школе она учит детей русскому языку и литературе бабушка рассказала внучки о том что скоро в школе будет праздник встречи выпускников она показала динаре фотографии своих учеников и рассказала кем они сейчас работают после этого разговора динара приняла решение стать учителем потому что учитель это самая главная профессия ребята давайте поиграем в игру профессиональные качества вот как вы думаете какими профессиональными качествами должен обладать учитель запишите в тетради несколько таких качеств молодцы здорово получается давайте посмотрим если совпадение профессиональные качества учителя любовь к детям ум честность порядочность образованность эрудированность ответственность коммуникабельность находчивость самосовершенствование воспитанность жизнерадостность терпение ребята учитель обладающий этими профессиональными качествами открывает для вас дверь в мир знаний а вы входите в нее и делаете новые интересные открытия ребята сегодня на уроке вы участвовали в разминке играли в игры работали с текстом писали краткое изложение пришло время оценить свою работу на уроке если все было понятно то на полях тетради поставьте восклицательный знак если у вас остались вопросы то поставьте вопросительный знак но если было трудно и непонятно поставьте точку домашнее задание на странице 79 есть упражнение 9 перед вами кроссворд а называется он праздник праздник потому что через несколько дней наступит новый год я желаю всем вам ребята крепкого здоровья и успехов в учебе наш урок подходит концу до свидания до новых встреч